МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прямой эфир телеканала «Россия» продолжают вести Ульяновского региона. В студии Ирина Шмыгова. Здравствуйте. И вот о чем мы будем говорить сегодня. Проблем с водой больше не будет. От этого проекта мы на крыльях летаем. Мы вообще ждем водичку, что кран открыли, и у нас идет вода. Попить, полить. В Бряндино завершается реконструкция системы водоснабжения. Ульяновская медицина выходит на новый уровень. Цифровой аппарат имеет больше возможностей. Больше мы можем и лучше рассмотреть патологию. В городские больницы закупают новое оборудование. Число льготников, сердечников растет. Они получают необходимые препараты в течение продолжительного времени. И многие из этих препаратов, они достаточно дорогостоящие. Кто имеет право на льготные препараты? Итак, ульяновская делегация во главе с губернатором Алексеем Русских участвует в Международном экономическом форуме в Петербурге. И нашей группе уже удалось договориться о реконструкции гостиницы «Венец» с привлечением инвестиций почти в миллиард рублей. В планах обновление номерного фонда, фасада и инженерных коммуникаций. Гостиница станет вновь привлекательной для жителей и гостей региона. Работы будут проводить поэтапно, коллектив гостиницы сохраняется. Кроме того, бюджет дополнительно будет получать ежегодно более 20 миллионов рублей арендных платежей. Также Ульяновская область организует индустриальный тур для инвестиционных команд из регионов России для обмена опытом. О чем удалось договориться с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. С ним Алексей Русских обсудил и вопросы кредитования на развитие бизнес-инфраструктуры, что является мощным федеральным инструментом для развития регионов. И к другим темам. В селе Бриандино Чердаклинского района завершается масштабная реконструкция системы водоснабжения. Населенный пункт разделен железной дорогой, поэтому здесь строят сразу две автономные системы водоснабжения с новыми водозаборными скважинами, насосными станциями и водонапорными башнями. А также прокладывают водопровод общей протяженностью почти 8 километров. Помимо этого установлено более 130 бетонных колодцев и заменена трасса, чтобы всех абонентов переподключить на новый водоисточник. В населенном пункте проживает более 350 человек населения. Уже этим августом мы закончим работу и обеспечим население полностью чистой, качественной водой. Проект реализуют, начиная с прошлого года. В этом работы завершат. Средства предусмотрены областной программой «Чистая вода». Я здесь живу уже 25 лет, и все 25 лет ужасные были проблемы. Мы вообще сидели без воды. Это вот последние годы. Мы, спасибо, с водичкой сидим, потому что как-то переключались, заглушки, задвижки. Мы были немножко с водой, набирали ночью. От этого проекта мы на крыльях летаем. Мы вообще ждем водичку, что кран открыли, и у нас идет вода. Попить, полить. Для повышения качества водоснабжения в этом году из бюджета всех уровней выделено 450 миллионов рублей. Сейчас ведут замену более 20 километров аварийных участков. Качество холодного водоснабжения будет улучшено для 64 тысяч жителей Ульяновской области. Глава региона поручил проработать вопрос дополнительного финансирования. Профильные специалисты уже разработали план первоочередных работ, которые необходимо провести в ближайшее время. Жара пришла в Ульяновскую область. У пожарных прибавилась работа. В минувшие сутки специалисты боролись с огнем сразу в нескольких районах региона. Ранним утром в чердаклах сгорела деревянная баня. В середине дня в Новоульяновске пожар случился в здании магазина. Огонь повредил кровлю. Ну а после обеда большой пожар тушили в Артюшке на Сенгелеевского района. Спасти жилой дом и надворные постройки не удалось. Стремительному развитию драматических событий способствовали плотная застройка и сухая безветренная погода. И еще раз напомню, в Ульяновской области установился третий класс пожарной опасности. В лесах действует запрет на проведение всех пожароопасных работ. Между тем, ликвидировано 11 пожаров на площади в 13 гектаров. В их тушении задействовали 142 человека и 40 единиц спецтехники. В случае обнаружения возгорания в лесу необходимо сообщить об этом в региональную диспетчерскую службу по телефону 46-91-27 или 8-800-100-94-00. Тем временем в регионе повышают качество медицинского обслуживания. Помогает в этом современная техника. 23 цифровых аппарата планируют закупить в этом году. Новый цифровой рентген-аппарат уже в июле заработает в травмпункте центральной клинической медико-санитарной части. Сейчас ремонтируют кабинет, в котором разместится оборудование. Цифровой аппарат имеет больше возможностей. Больше мы можем и лучше рассмотреть патологию. И, конечно, по сравнению с аналоговым аппаратом, это большой шаг вперед. Ежедневно здесь медики оказывают помощь сотне пациентов. Качественный снимок помогает врачу поставить точный диагноз и таким образом ускорить лечение больного. В ближайшее время медучреждение ждет и благоустройство территории. В регионе продолжается реализация программы борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках нацпроекта здравоохранения. Раньше пациент мог рассчитывать на получение льготных лекарств после перенесенного инсульта, сердечного приступа или операции на сердце в течение года. Теперь срок действия данной льготы увеличился до двух лет. В региональном перечне 23 наименования бесплатных лекарств. В поликлинике центральной городской клинической больницы около 150 человек уже получают льготные лекарства. И их количество растет. За счет того, что увеличивается возможность проведения этих оперативных вмешательств, это улучшает прогноз для пациентов, потому что они получают необходимые препараты. В течение продолжительного времени. И многие из этих препаратов, они достаточно дорогостоящие. И это помогает им продлевать жизнь. Чтобы получать льготные препараты в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена», пациенты не должны иметь инвалидность. В противном случае лекарства бесплатно. Они получат за счет федерального центра. Это «Вести Ульяновск». Мы продолжаем выпуск. На 22-м федеральном Сабантуе представят сельскохозяйственную технику. 18 июня площадка разместится у Парка Победы в Ульяновске. Гостям выставки покажут технику отечественного производства, а также белорусские мощные сельхозмоторы. Будут представлены тракторы, самоходные опрыскиватели, уборочные комбайны. Эта техника используется при посевных и уборочных работах, а также для обработки посевов. Также на Сабантуе будет организована выставка животных, коров, коз, кур, гусей и уток. В рамках спортивной части праздника пройдут конные бега, также соревнования по национальной борьбе курэш. В Парке Победы будет организована масштабная выставочная, концертно-развлекательная и литературно-музыкальная программы. Великолепная зона отреставрированного Парка Победы и ипподрома с пешеходными шикарными дорожками, пространствами, с тематическими пространствами, посвященными национальной культуре, спорту. То есть все люди, которые хотят найти себе великолепное времяпрепровождение, а кто-то еще и принять участие в мероприятиях, безусловно, приходите, Рахим и Тегес, эти мероприятия ждут вас. И кроме нас с вами, безусловно, еще и многое количество гостей, которые приедут на гостеприимную Ульяновскую землю. Тематические площадки будут работать во всех районах региона. Напомню, основные события федерального Сабантуи пройдут 17 и 18 июня на территории ипподрома и Парка Победы в Ульяновске. В регионе открылась седьмая международная научная конференция. Она объединила людей из разных регионов нашей страны. И не только. Обсудить творческую жизнь Ивана Гончарова в онлайн-формате присоединятся ученые из Венгрии, Японии, Германии. 18 июня писателю золотого века русской культуры исполнится 210 лет. В программе заседания языковые особенности наследия автора, проблемы художественного перевода. Гончарова читать очень сложно. Он очень трудный писатель. Он не дается так вот, как бы, с наскока. Вот. Поэтому я думаю, что перспективы конференции, они будут, конечно. Потому что тексты Гончарова разворачиваются во время. Финальной точкой конференции станет Гончаровский праздник. 19 июня ульяновцев ждут интерактивные площадки, мастер-классы, выставки и даже модный показ. В 16.00 на главной сцене Виновской рощи состоится уже торжественное открытие праздника с участием симфонического оркестра губернаторский и приглашенных солистов из Большого театра. Да, поэтому мы ждем жителей и гостей города на этот праздник. А завершится праздник литературной экскурсии по парку. Венок дружбы народов – так называется фестиваль, который уже полгода проходит в Ульяновской области. Организован он в год национального наследия и культуры в Российской Федерации. Проект особенный, поскольку проводит его областная организация «Всероссийское общество слепых». Главный посыл фестиваля – создание условий для полноценной жизни и развития людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня фестиваль, так скажем, это заключительное итоговое мероприятие, которое называется «Венок дружбы народов по Воложи». За эти месяцы реализация нашего проекта с января по июнь, еще раз повторюсь, мы знакомили членов нашей организации с жизнью, бытом, традициями народов чувашского народа, татарского, русского и мордовского. То есть всех народов, которые проживают в Павловожье. С начала года были проведены образовательные мероприятия. Среди них экскурсии в Музей народных культур, мастер-классы по изготовлению уколоберегов, знакомство с народной кухней. Не дают скучать своим воспитанникам в пришкольных сельских лагерях Ульяновской области. Причем перед педагогами стоит важная задача – сделать летние каникулы не только интересными, но и полезными, как информационно, так и духовно. И чтобы ее решить, дети вместе с учителями и родителями из села Красная Зорька побывали с экскурсией в Жадовском монастыре. Главная просьба как педагогов, так и самих ребят, чтобы экскурсию для них провел благочинный Жадовской обители и руководитель спортклуба «Пересвет» Иера Монах Тихон. Батюшка с удовольствием согласился и рассказал о более чем 300-летней истории Жадовской пустыни. В этом году ей был присвоен статус монастыря. Много всяких там было, конечно, за эти столетия ситуаций. Но главное, что Бог, как вчера, сегодня, и во веки он тот же. Матерь Божия как раньше являлась своей помощью, все свой образ вот этой Божьей Матери, так и по сей день являет этой помощью. Ребятам показали место на стене братского корпуса, где в 90-х годах прошлого столетия были явлены образы Спасителя, Божьей Матери и Николая Чудотворца. Это чудесное событие наряду со вторым обретением главной святыни Всесимбирской митрополии, чудотворной Жадовско-Казанской иконы Царицы Небесной и послужило толчком к восстановлению монастыря. Дальше отец Тихон отвел ребят на холм, где располагается часовня. У этого холма тоже своя трагическая история. Это обломки старого храма-монастыря, который разорвали бульдозерами в 1969 году. Остатки церкви сгрудели, и получился этот холм. Теперь тут круглосуточно читается неусыпаемый псалтыр. Дальше экскурсия продолжилась в Казанском храме обители. Батюшка рассказал о святынях, которые хранятся в нем, и пообщался с ребятами. Главный вопрос – что такое церковь? В концерках это, видите, как... Ну, тут много зачастей есть. Это типа, можно покрышиться, поставить свечку в свою страну. Делать, деть, 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 деть. Я считаю, что дети, когда заходят в храм, они становятся немножко более другими, да, более по-другому, немножко смотрят на мир, задумываются, немножко начинают над своим поступками даже, как они поступают, правильно или неправильно. Во-первых, я хочу, чтобы у моих детей была вера в Бога обязательно, потому что это никогда никому не вредило, а только помогало. Дети должны в это верить. И мы, родители, спасибо нашим учителям, которые предоставили детям такую возможность. Побывать в церкви, поговорить с отцом Тихоном и посмотреть на всю эту красоту. Следующий пункт – спортивный зал клуба «Пересвет». Тут удержать ребят было уже невозможно. Многие из них собираются присоединиться к фонастырской спортивной команде и начать тренировки уже в ближайшие дни. Главное в «Пересвете», отметил батюшка, рассказывая об истории клуба и его достижениях, – это дисциплина и трудолюбие. А чтобы вовремя подняться, нужно сначала научиться правильно падать. То есть, когда падает человек, то есть, например, он группируется, и он отнимается, и в таком случае руку не сломает. Также отец Тихон показал ребятам несколько приемов ударной техники. Мальчишкам и девчонкам разрешили поколотить по груши. А закончилась экскурсия на уличной площадке клуба. Виктория Дронова, Дмитрий Гурин, Весть Ульяновск, из Барышевского района. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. Далее по традиции информация о погоде. Хорошего дня. Берегите себя. Фонд Академии Российского телевидения объявляет прием работ для участия в 21-м всероссийском телевизионном конкурсе «ТЭФИ-регион». Условия участия на сайте tefi.ru Говорите, показывает доктор Мясников. Пока другие отдыхают. На мягком спать неправильно. Доктор Мясников работает. Ходите босыми. Защищайте себя от солнца. А что нам пить? Вода, чай, кофе. Все остальное пить не стоит. Смело шагайте в лето. Верить никому нельзя. Мне можно. С вами доктор Мясников. Делайте, как я. Плохого не посоветую. В субботу и воскресенье в 12.00. Только на канале «Россия». Сейчас в Ульяновске 24 градуса тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 57%. Ветер северный 3 метра в секунду. Ветер северный 3 метра. Ветер северный 3 метра. Ветер северный 3 метра. Ветер северный 3 метра.